Жители Развилки любят свой посёлок. Об этом говорят написанные ими стихи и песни. В каждой нотке, в каждом слове звучит благодарность к родной земле. Ой, Развилка моя, Развилка, говорю я тебе, без соответства, Чтоб ты сердцу всегда будешь милой, я родную люблю тебя с детства. Автор этой песни, преданная своей малой родине и русской культуре, участница ансамбля «Надежда» Валентина Баранчикова. Для вас народная песня вообще что значит? Ну это моя жизнь, это моя душа. И чтобы она души не была, я всё равно иду и пою. И пою с детства. Коллективу «Надежда» уже более 25 лет. Красавец в русских сарафанах узнают и любят в посёлке. Песни народные мы любим просто за нашу Россию, за нашей страны песни. И поэтриотические, и народные, и лирические. Мы любим до безумия это дело заниматься. Нас очень сближает всё. Хорошо известен в Развилке и автор, и исполнитель Юрий Былинкин. Юрий Михайлович уверен, нельзя талант взорвать в землю. Есть люди, которые в этой профессии абсолютно не участвующие, скажем, да, как в профессии музыки. Но они для музыки, для искусства сделали намного больше, чем те, кто диплом получает каждый год. Пусть зима продолжает кружиться над любимой моею страной. Ведь однажды Россия, как птица, всплепнётся чудесной весной. Достойное подрастающее поколение Развилки, школа искусств собирает в своих стенах творческих и ярких ребят. На вечере они показали несколько номеров и заслужили бурных аплодисментов. Если бы я не поступила на хореографию, то я не была бы сейчас такой красивой. А ещё на стенах актового зала библиотеки разместили выставку картин учащихся школы. Возможно, какие-то из этих работ через много лет станут экспонатами музея, который более 20 лет назад был создан Галиной и Виталией Рубинскими. На этом вечере супруги рассказали о своём детище и о том, насколько важно знать свою культуру, историю и традиции. На мероприятии также присутствовала Вера Маркина, заместитель главы поселения Развилковская. В администрации были проведены ряд конкурсов. Это и лучшая фотография, и лучшие стихотворения, и лучшие песни о Развилке. И мы были очень приятно удивлены, поверьте, что столько жителей нашего посёлка откликнулись на эту инициативу, столько много приняло участия, много работ, много детей талантливых. Директор Межпоселенческой библиотеки Татьяна Лукашева вручила Вере Марковой почётную грамоту за вклад в развитие культуры. А со сцены ещё долго звучали стихи и песни, интересные истории, ещё больше сблизив жителей замечательного посёлка Развилка. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.